Привет! Меня зовут Дима и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google таблицы в любую систему, которая поддерживает получение данных по WebHub. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Google таблицы в другие системы. Например, вы сможете при появлении новой строки в Google таблице создавать новый заказ в CRM-системе, которая поддерживает получение данных по WebHub. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Теперь указываем действия. Загрузить строки новое. В этом случае при появлении новой строки она будет передаваться по WebHub. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного аккаунта Google Sheets. Теперь необходимо предоставить доступ Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его. После этого кликаем Продолжить. На этом этапе вам необходимо указать файл и лист, из которых будут выгружаться новые данные. В поле «Начать загрузку данных со строки номер» вам необходимо указать строку, с которой необходимо начать загрузку. Например, если у вас в таблице 1000 строк и вы не хотите их выгружать, а начать загрузку с последней, в этом поле необходимо указать цифру 999. У меня в таблице находятся две строки, поэтому я укажу двойку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем Продолжить. Теперь вы видите данные, находящиеся в строке, которую вы указали на этапе настройки. Если вас все устраивает, кликаем Далее. На этом настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Webhooks. Далее необходимо указать действие «Отправка данных». На этом этапе вам необходимо создать аккаунт Webhook, на который будут отправляться данные. В этом окне вы можете изменить название этого аккаунта при необходимости. В поле URL для отправки данных вам необходимо указать ссылку, на которую будут отправляться данные из Google таблицы. Эту ссылку вы можете получить в той системе, которая будет являться приемом данных. Для примера мы создадим еще одну связь, в которой источником данных будет Webhook. И в этой связи мы сгенерируем ссылку для приема данных. После добавления URL для отправки данных кликаем «Сохранить». Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его. На этом этапе вам необходимо выбрать тип отправки данных. В данном случае я хочу, чтобы отправка происходила через пост. Далее необходимо заполнить параметры. В названии необходимо прописать значение полей, которое вы можете получить в системе, в которую планируете отправлять данные. В данном случае заполним название полей для примера. В поле значения вам необходимо указать колонку, из которой будут браться данные для этого поля. Для того, чтобы появились новые поля переменных, кликаем «Добавить». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как необходимые названия переменных и значения которые будут в них передаваться настроены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в нужную вам систему по WebHub. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вы вернетесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в WebHub». После успешной отправки, вам необходимо перейти в систему, в которую вы настроили передачу данных по WebHub и проверить результат. Мы же проверим результат в другой связи, где у нас настроен WebHub как источник данных. Как видите, данные на WebHub были успешно получены. Аналогичным образом они будут приходить и в нужную вам систему тоже по WebHub. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Вторую связь, которую мы создавали для примера, мы можем удалить. Если вы хотите изменить название текущей связи, это можно сделать в настройках. Также в настройках вы можете изменить интервал автообновления. Это время, с которым связь будет получать и передавать новые данные. Выберем интервал обновления, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграции и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...